В чем смысл поста? Только для укрепления воли или еще для чего-то? Да, смысл поста, он многоплановый, это действительно так. Одной из причин, вот как уже указано, укрепление воли. Да, а это очень важно, это очень важно. Господь одарил человек свободной волей и ее не ломает. И своей свободной волей бы принимать то или иное решение и направление жизни. В конечном итоге вы выбираете дорогу или в ад, или в рай. И чтобы не предшествовать на земле страдания, в ад идем, радости, если в рай идем, это все равно и радость, и страдания земные, они закончатся. Кто из нас помоложе, тот, конечно, пособно слышит меня сейчас. Кто такой, как я ногой в могиле, по-другому воспринимает эти слова. С возрастом все больше понимаем, все больше узнаем. Жизнь очень коротка, и радости земные не стоят того, что за ними гоняться. И скорби земные не стоят того, чтобы бояться. А вот вечное, вечность серьезно. Вот вечность серьезно. Я помню, один такой факт интересный был. В церкви один молодой человек, и он сплошел с вопросом, о каким я сейчас просто не помню, вот просто не помню. Ну, там он, в результате, в общем, такой вот краткий разговор у нас после службы был. Но он как бы оправдывал, отстаивал, что вот, по-моему, прокурение сейчас воспоминается, прямо выплывает, что это, ну уж невеликий грех-то. Чего уж больно, что-то, об этом говорить-то. Ладно, я говорю, я ему сказал, говорю, ну да, грех невелик. А вот корабль большой-большой, а пробойна маленькая. А ведь утонет. А ведь утонет. В средневековье города были обрисаны каменными стенами. И враги осадили и захватывают. Сразу все стены захватывали одновременно. По-разному. Например, в одном месте пробивали стену, или подорвали, делали брешь. И в эту брешь заходили. Брешь небольшая, небольшая. А город пал, всё. Поэтому, а оно может курить, и небольшой грех. И другие грехи небольшие. Ну вот осуждение. Чего же больше? Ну уж ладно уж. Да все. А за этим стоит большое. Осуждая людей, я укрепляюсь, значит, в чём? Я могу осуждаться, я считаю себя лучше. Значит, в гордости утверждаюсь, в призрении к людям. Это дальше пойдёт. Это не останется, это месяц. Грех и добродетели, они не стоят на месте. Они растут или уменьшаются. Если с грехом не бороться, он обязательно будет, как метастазами, по душе и по телу идти всё больше и больше. Это всегда так будет. Так вот, и поэтому укрепить свою волю – это очень важно. А ведь пост этот станок, укрепляющий волю. А как же? Я много раз говорил об этом. Вот любимое у нас занятие, особенно в выходной день, это прогулки до холодильника назад. Холодильника назад. Любимое занятие. А как же, чем заняться, не значит, ну-ка, что у нас там? Чем заняться, что поживать-то? А великим постом, и в постом мы откроем холодильник. И вопрос, не что поживать, а что можно-то? Особенно это хорошо в среду и пятницу. Но вот в пост сейчас, у нас, например, дома, например, ну вот, скажем, накануне мастерства, в воскресенье, что-то осталось мясное, бабушку ей отдай. А она говорит, да, немножко осталось. Ну, тогда вон другую эту штучку кот доест. Ладно, у него пока нет поставок котата. У него ещё масленица с мясом. А потом великий пост коту у нас станет. Вот. А, например, масленица закончится в воскресенье вечером. Куда всё девать? Моя бабушка покойная говорит. Говорил так, говорит, надо отдать поганый кусок-то. Отдать поганый кусок. Мне заполнить очень хорошо, поганый кусок. Раньше на Руси кто-нибудь Шмелёва Ивана читал, Лето Господне, там в первые дневнические поста проходили специальной штукой, такой в тазике, такой укс сожгли, чтобы даже запах мяса этой пищи весь выветрился. Всё даже не пахло бы даже ничем. Даже чтобы нос постился, не только гортань и желудок. Так вот, и поэтому мы, особенно, там нет искушения, вся семья постится. Например, тем более. А в следующем пятницу утром, что-то ещё у нас скромно есть в холодильнике, и к самому себе говоришь, что можно сегодня, что нельзя, через какую неделю-то? А, да, это нельзя. Вот это наишикарнейшее явление для православного устроения, когда человек себе может задавать вопрос, что можно, а что нельзя. Мне уже шестой десяток, а я всё ещё семья говорю. Это можно. Это никогда. Ни в коем случае нельзя. Так это есть главное устроение. У нас в этой душе должно быть всю жизнь у каждого. Вот это можно, а это нельзя. Точка. И рассуждать не о чем. А иначе кто же я, если другой-то? Ну кто? Размазня. Кто? Понятно, кто. Не человек. На полчек не тянул. Просто размазня. Если мне всё можно. Значит, на самом деле, на самом деле, такому, как я, доверять ничего нельзя. Если мне всё можно. Мы же знаем жизнь. Так вот, и вот теперь, значит, поэтому это, да, тренировка воли. Это очень важно. В году от треть времени, даже побольше, это в постные дни. Больше трети в году мы тренируем волю. Шикарно. Кроме этого, что в посте ещё есть? А вот мы уже сказали. Первое. Для православного сознания – это память своего крещения. Я ведь… Вот я не крестил в зрелом возрасте. Меня и ребёнком окрестили. Но когда-то в зрелом возрасте я пришёл к Христу, осознал с радостью. Вот я пережил счастье. Батюшки, меня маленького, родители крестили. Какой я ищеный человек? Люди, вон, ищут истину. А я в истине родился. Меня крестили. Счастье какое! Счастье какое-то! Началась сознательная жизнь с Христом. А после этого так всё сознательно, честно и безоперационно, так по-божьему живу. Нет. Нет. А в чём нет? Вот, вот, вот. Значит, это время покаяния ещё. Время покаяния. Второе. Третье. Третье – это вот что ещё. Выделение священного времени. Это очень важный тоже момент. Я хочу об этом сказать. Мои дорогие, вот когда мы слышим заповедь Божию, а это прям заповедь гласит. Прям заповедь. Так и написано. Помните четвёртый заповедь закона Моисеева? «Помни день Господень, чтобы святить его. Шесть дней делай, не створи дела твоя, седьмой день покой, Господь Богу твоему». Или кратко начало. «Помни день Господень, чтобы святить его». Мы обычно воспринимаем, что это забыть о праздниках. Вот есть праздники, можно почитать. А там не скажут про праздник. Там вообще о освященном времени. А слово «освященный», если в Библию взять и смысл читать, и взять первоисточник, на еврейском языке в Библии написано, слово «освященный», дословный перевод, смысловой, «выделенный». Вот при храме совершай служение освященное, то есть выделенное из общества для того, что служение церковного. Например, у меня огородичка, плоды созрели, я несу церковь освятить. То есть выделил из этого, отдать на дело Божье. Поэтому освящение, например, плодов у православных, это не когда мы это читаем и святой водой крапят, а сам факт взять то, что у меня есть, и отдать на дело Божье. Вот при этом освящение совершается. А молитвы и краплить святой водой, краплить святой водой вообще очень поздное явление в истории церкви. А молитвы – это как свидетельство того, что я это выделение совершил. Поэтому, чтобы, например, в Библии написано, чтобы даже земное благополучие, чтобы земля родила, чтобы стада множились, нужно освящать, то есть выделять из того, что Бог даёт, в Ветхом Зависе было написано даже десятина конкретная, освящать Богу и нуждающимся отдавать, выделять. Поэтому освященное время – это время выделенное, и выведенное из простого времени для особого переживания. Если мы с вами посмотрим, например, на Великий пост, и будем считать, мы сказали, первый пост в истории церкви, сначала единственным был, мы посмотрим, и вы увидите, если будете считать, в полном смысле слова, постовых дней Великим постом 36,5 всего лишь на всем. 36,5. А ещё раз напомню, в году – 365 дней. Если возьмите десятину – 36,5. Что такое Великий пост? Десятина времени года, которую нужно отдать для души, для Бога. Вот что это такое. Десятина годовая. Почему я сказал 36,5 дней? Потому что, если считать всё полностью, вот, например, в воскресенье и в субботу службы совершаются в храме уже невеликопостные, даже пение невеликопостное совершается. И мы говорим, вкушают пищу по уставу, даже с растительным маслом. То есть в полном смысле церкви постовыми не считают. Ну, какой же пост? Пост, когда совсем не едят, когда без масла, если уж и всё-таки без масла. Потом, и службы-то долгие. Поэтому вот из таких дней посчитать, вы увидите их 36,5. А половинка – это вот что такое. Это есть суббота Лазарева, накануне верно на воскресенье. И её почитание начинается с пятницы, с половины пятницы богослужебной. И вы знаете, в этот день, например, рыбу не едят, а едят полурыбу – икру. И поэтому вот этот день многие от церковных отцов называют на половину пост, на половину не пост. И служба совершается как полувоскресенье, полубуднее. И в этот день по уставу. Единственное, в году такая служба бывает. И поэтому в полном смысле в Великопостных дней постом 36,5. Сейчас без подробностей, простите. Но это для нас главное другое – десятина года мы выделяем это время, освящаем это время. Через это Господь освящает наше время вообще, год вообще. Вот сейчас модным стало то, чего в церкви не было никогда модным – служить новогодние молебны. И вроде многие служители оправдают, что это хорошо. А вообще? Молить всегда хорошо, на самом деле. А вообще нужды-то не было. Нужды нет в этом. Никакой. Почему? А с самим фактом выделения десятины года Великим постом мы это освящение и совершаем. Оно осуществляет самим Великим постом факт. Чего эти освященные освящать-то? Кто это масло? Это масло-то всё. Нужды-то нет. А просто потеряли понимание Великого поста и появилась необходимость в маленькой замене освящения. Через кратенький молебен ночной и всё. А три шесть с половиной дней. Это долго. Сложно. А это пришли, мы послужили, нам вернулись, шампанскую налили. Одно удовольствие. Вот это хорошее освящение. Это радостно. А это столько дней в подъеке быть. Нет. Это раньше могли. А мы сейчас, нам не надо. Поэтому Великим постом совершается, вот как мы говорим, и укрепление воли – раз. И покаяние, через которое укрепляем своих обедов крещальных – два. И совершаем заповедь Божию, исполнение её, чтим выделенное время – три. И параллельно с этим, утекающей с третьего, освящаем весь год – четыре. Вот что такое для православных и Великий пост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова